Старые вещи, строительный мусор в перемешку с техникой и мебелью. Все это совсем рядом с жилыми домами. Отходы в этой части города копились годами. Вот только собственник земли их как будто не замечал. По закону он обязан очистить участок от хлама или заключить договор на ликвидацию свалки с рекоператором. В противном случае мусор все равно уберут, а плату за уборку с нерадивого землевладельца взыщут через суд. В данном случае 30 дней прошло. Мы совместно с Министерством экологии заактировали по истечению 30 дней о том, что мер не принят и свалка осталась на месте. Соответственно мы самостоятельно приступили к ликвидации и будем предъявлять потом свои затраты собственнику земельного участка. Прямая обязанность собственника следить за чистотой своего участка и реагировать на жалобы горожан. Люди говорят устали от мусора и соседства с помойками. Только на левом берегу Красноярска региональный оператор обнаружил около 80 незаконных свалок. Мы хотим, чтобы город наш был красивый, а свалки... Я вообще не понимаю, кто их создает. Вроде все люди приличные с видом. Ликвидируют стихийные свалки не только в Красноярске. Сухобузимский, Емельяновский, Большимуртинский с начала года в этих районах нашли 133 помойки. И работа продолжается. Региональный оператор мониторит обстановку, выезжает на места, в том числе и после жалоб самих жителей. Люди здесь бывают редко. Да и не каждая машина пройдет поблизости, даже нет дач. Но есть горы мусора. Чтобы свалка не разрасталась дальше, те, кто здесь бывает, стараются убрать отходы. А вот уборка строительного мусора в обязанности регионального оператора не входит. По закону этим должны заниматься исключительно собственники участков. Диана Хатяшвили, Всеволод Никитин, Енисей. Новости.